Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я расскажу вам о судьбе и творчестве Владимира Этуша, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста СССР, народного артиста Республики Северной Осетии Алания, за вклад в развитие театрального искусства. Владимир Этуш родился 6 мая 1922 года в Москве. Отец был владельцем небольшого галантерейного цеха, затем работал на строительстве, мать до первого ареста мужа была домохозяйкой, потом работала кассиром в фотоателье. Театром будущий актер заразился еще в школе, потом стал заниматься в кружке художественной самодеятельности, однако по окончании школы решил стать не актером, а режиссером. После неудачи при поступлении в ГИТИС ему помог главный режиссер театра имени Вахтангова Рубен Симонов. Так, благодаря Рубену Николаевичу, в 1940 году Этуш был зачислен вольнослушателем на первый курс театрального училища имени Щукина в Москве. Во время Великой Отечественной войны Владимир Этуш поступил на курсы военных переводчиков в Ставрополье. На фронте попал в стрелковый полк и сражался в горах Кабарды и Осетии, принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону, Украины. В 1944 году был тяжело ранен и после выхода из госпиталя демобилизовался и вернулся на четвертый курс училища, в следующем году окончил актерский факультет театрального училища имени Щукина и был принят в труппу театра имени Вахтангова, где вскоре стал одним из ведущих актеров. В кино Этуш начал сниматься в 1953 году и первую роль сыграл в исторической картине «Адмирал Ушаков». Владимир Этуш был мастером астрохарактерных и комедийных ролей. Зрителям памятны его великолепные работы в комедиях Леонида Гайдая, товарищ Саахов из легендарной «Кавказской пленницы», инженер Андрей Брунс из экранизации «12 стульев» и стоматолог Антон Семенович Шпак из картины «Иван Васильевич меняет профессию». После «Кавказской пленницы» актер стал национальным героем и на Кавказе, и в Закавказье. Его актерская манера ярко проявилась в замечательных киносказках «Старая, старая сказка, тень, как Иванушка-дурачок за чудом ходил яслиная шкура», а также в мюзикле «31 июня». Детям запомнился сыгранный им Карабас-Барабас из телевизионного фильма «Приключения Буратино». Герои актера были людьми преимущественно хитрыми и алчными. Большинство из них при этом вызывает смех зрителей, однако если роль требует серьезного, драматичного звучания, актер мастерски ведет ее в совершенно иной интонации. Ему были подвластны все жанры — от буфонады и площадной сатиры до подлинной трагедии. Среди его последних работ в кино — роли в психологическом триллере «Классик», телесериале «Поворот ключа», новогоднем музыкальном фильме «Первый скорый», историческом приключенческом фильме «Три мушкетера», кинокомедии «Убежать, догнать, влюбиться», драматическом телесериале «Подросток». Помимо работы в кино и театре, актер выступал на концертах, в качестве артиста разговорного жанра. В 1945 году Владимир Этуш начал преподавать в качестве ассистента-педагога по мастерству актера в Высшем театральном училище имени Щукина, профессором которого стал в 1976 году. В 1958 году стал художественным руководителем своего первого актерского курса, выпускниками которого в 1961 году были такие известные актеры как Александр Бруев, Александр Белявский, Людмила Максакова, Вениамин Смехов и другие. В 1987 году занял должность ректора этого училища, с 2003 года, художественного руководителя. В 2002 году вышла книга «Воспоминания актера и я там был». В 2012 году издана новая книга актера «Все, что нажито». В этой книге он подробно и с юмором рассказывал читателям о своей жизни и творчестве. Автор не только вспоминал детство, войну, первые роли, великих своих учителей и товарищей, знаменитых артистов, но и размышлял о том, почему театр не всегда выдающийся творческий праздник. В жизни актера было четыре супружеских союза. Первая жена Нинель Мышкова, актриса театра и кино. С ней, с первокурсницей Щуки, он познакомился, будучи студентом четвертого курса. Впоследствии Нинель увлеклась известным композитором и ушла от Владимира. С 1945 по 1950 год Владимир Этуш состоял в гражданском браке с актрисой Еленой Измайловой, но семейная жизнь не вынесла испытания популярностью. Главная женщина жизни актера, Нина Крайнова, преподаватель английского языка, она подарила ему единственную дочь Раису. Вместе с Ниной Александровной Этуш прожил 48 лет, в 2000 году Нина скончалась. Раиса Этуш пошла по стопам отца, работала в Московском театре сатиры. После замужества в 1994 году эмигрировала в США, в 2003 году 80-летний актер решился на новый брак. Избранницей Владимира стала его давняя поклонница Елена Горбунова, преподавателя английского языка. Владимир Этуш скончался 9 марта 2019 года в Московской больнице на 97 году жизни. Владимир Этуш — заслуженный артист РСФСР, народный артист СССР. Присуждена Государственная премия Российской Федерации в области литературы и искусства за творческое развитие традиций Вахтангова в спектаклях Государственного академического театра имени Вахтангова. Полный кавалер Ордена за заслуги перед Отечеством за выдающийся вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность. Награжден Орденом Отечественной войны первой степени, Орденом Красной Звезды. Дорогие друзья, огромное всем вам спасибо за комментарии, лайки и оценку моей работы. Я желаю вам счастья, семейного благополучия и взаимопонимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова